Все разъехались, мы решили съездить, просто окараулить, а тут такое. Одна искра может привести к непоправимым последствиям. На себе это ощутили наши соседи из Курганской и Сверловской области. Например, на сегодняшнее утро по Сверловской области действует 25 природных пожаров. За прошедшие сутки локализовано 11 природных возгораний. Помимо лесных пожаров на территории зарегистрировано 93 возгорания сухой травы. В 12 из них это умышленный поджог. Оглядываясь на прошлый год, статистика неутешительная. Площадь пожаров в лесах увеличилась с 45 до 122 гектаров. Плюсом сухая трава стала гореть тоже чаще. Пожарные МЧС России, именно МЧС России, задействованы на окарулине и утешение пожара в городском округе Богдановича в селе Сувора. Там небольшая группировка, больше у нас, наши именно подразделения нигде не задействованы. Также у нас принимает участие в утешении лесных пожаров. Это авиация МЧС России, 8 воздушных судов, в том числе самолеты ТБ-200, ИУ-76 и вертолет Ми-8. Несмотря на то, что Свердловская область от нас дальше более чем на 500 километров, смог дошел и до нашего города. О пожарах в соседних областях березняковцы, конечно же, в курсе. Обеспокоены, что подобное может случиться и у нас. Причинами возникновения лесных пожаров часто становятся оставленные стеклянные бутылки, которые на солнце работают как лупа и способствуют воспламенению сухой травы, а также непотушенная до конца сигарета или угли из мангала. Что бы вы порекомендовали березняковцам, чтобы избегать подобных ситуаций у нас? Ну, читать правила проведения в лесу, на природе, не оставлять костры за собой, мусор убирать. Нам быть поосторожнее, когда идем в походы, чтобы не оставлять после себя ни мусора, ничего такого, чтобы могло загореться, что-то вспыхнуть. Я вообще не понимаю таких людей, которые так халатно относятся к природе нашей, которые могут себе позволить что-то поджечь, выкинуть какой-то мусор. Пока синоптики считают, что рано говорить о том, что из-за засухи возникают возгорания в северных частях Прикамья. Эта история больше актуальна для юга края. Однако прогнозы неутешительные. В ближайшее время малооблачная и сухая температура станет привычной. Столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла, что, несомненно, является фактором, повышающим риск возникновения природных пожаров. В ближайшие дни, как минимум неделя, третья даже и больше, действительно будет период сухой и жарки, и действительно будет наблюдаться рост пожароопасности. До тех пор у нас почти все пожары были на юге края, связанные с горением сухой травы и переходом в некоторых случаях на лесные массивы. И вот, судя по всему, этот сезон таких весенних пожаров может начаться на севере в ближайшие пару недель. В очередной раз напоминаем, не жгите костры на природе, сигареты выбрасывайте в урну. В сухую погоду любой из этих предметов с легкостью сможет спровоцировать возгорание, которое в дальнейшем может перейти на леса, дома. А уже сегодня пожарной безопасности посвятят очередной прямой эфир в рамках проекта «Пермский край» в прямом эфире, важную информацию из которого осветим в завтрашнем выпуске новостей. Евгений Казанцев, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.